Ангела Меркель снова победила. Этого ждали. И впервые так сильно проиграла. Этого не ждал, пожалуй, никто. На выборах, состоявшихся во вскресенье, возглавляемый ею блок ХДСС-ХСС по немецки ЦДУ занял первое место, и она останется канцлером на четвертый срок, повторив рекорды Конрада Аденаура, первого главы послевоенного западногерманского правительства, и Гельмута Коля, объединителя Германии и своего политического ментора, то есть учителя. В общем-то, для Германии это достаточно традиционно, что канцлеры выбирают на очень длительный срок, в отличие от англоязычных стран, Англии или, например, США. Ангела Меркель всего лишь восьмой канцлер, созданный в 49-м году в ФРГ. Для сравнения можно сказать, что за это время в США сменилось 13 президентов. Итак, мне хотелось бы сказать несколько слов о моей канцлерин, которую я очень уважаю. Я рад, что ее партия победила, но в то же время я знаю, что сейчас у них очень непростая ситуация. Возможно, и Ангеле Меркель придется подать в отставку. Этого бы не хотелось, все рассчитывают на ее умение находить решения в сложных ситуациях. А ЦДУ, ХДСС, ХСС сейчас попали действительно в достаточно сложную ситуацию. Несколько слов о самой Ангеле Меркель. Родилась Ангела в 1954 году в Западной Германии в Гамбурге в семье протестантского священника и учительницы. Однако в соседней ГДР не хватало служителей церкви, и ее отца послали на сторону в ГДР. Девичья фамилия Ангела Меркель – Кастнер. Ее отец, пастор Хорст Кастнер, сделал очень хорошую карьеру в ГДР. Это было трудное решение переехать туда, но оказалось правильным. Дело в том, что в ГДР хорошо относились к религии и к церкви, и поэтому семья жила в материальном смысле очень хорошо. Можно сказать, что Ангела выросла в привилегированных условиях по восточно-германским меркам. В их семье было, например, два автомобиля и свободная возможность ездить в капиталистические страны. Сама Ангела вспоминает, что стеснялась профессии отца, и на вопросы, кем работает твой папа, всегда старалась произносить слово фастер, то есть фара, на манер фара без буквы «п», что значит «водитель». В целом, детство, которое Меркель провела в городке Темплин, в 70 километрах от Берлина, не отличалось ничем остальным. В молодости она любила Битлз, экспрессионистов, вступила в местную пионерскую организацию, где ее ценили за ответственность и организаторские способности. Очень любила русский язык. Всегда читала газету «Правда», как она признается, ее русский язык был самым лучшим в классе, и она всегда занимала первые места на соответствующих олимпиадах. В старших классах одноклассники издевательски записали ее в так называемый «клуб нецелованных», по-немецки «штайнблюмхен», что значит «каменные цветы». Это, как правило, цветы, которые растут на камнях, очень скромные, нежные и, как правило, на которых никто не обращает внимания и никто не торопится с ними дружить. Но Ангелу это нисколько не смущало. Она поступила в Пляйцебский университет и закончила его, естественно, с отличием. И там же, в университете, она вышла замуж за студента физика, чью фамилию носит до сих пор. Его звали Улрих Меркель. И, кстати, несмотря на то, что она не очень хорошо относилась к профессии своего отца, именно она настояла на церковном бракосочетании. Правда, браку это не помогло. Через пять лет Меркель с Меркель развелись, и в следующий раз она вышла замуж во второй раз только в 1998 году за Юахима Зауара, профессора химии, с кем и живет по сей день. Во второй раз не было никаких брачных церемоний, они просто расписались. Юахим Зауа был уже к тому моменту у Витвы вдовцом. У него двое сыновей, которых Ангела Меркель и усыновила. Своих детей у Ангела Меркель нет. Окончив университет в 1979 году, Ангела Меркель переехала в Берлин. Еще в школе, когда она вышла из пионерского возраста, она вступила в немецкий комсомол, организацию свободной немецкой молодежи. По воспоминаниям ее бывших коллег, Ангела занимала там должность и была уполномоченной по пропаганде и агитации. А в 1989 году она вступила в такую организацию, как демократический прорыв. Это как раз в тот момент, когда пала берлинская стена. Это и был первый шаг Ангела Меркель в политике. В возрасте 35 лет Ангела Меркель попала на пост пресс-секретаря последнего правительства ГДР, а в 1991 году тогдашний канцлер Гельмут Кольт неожиданно назначил ее министром по делам женщин и молодежи. Все видели в ней имена протежи Коля, потому что по воспоминаниям у нее не было никаких политических взглядов. Она послушно следовала форварде своего канцлера, то есть выполняла роль его секретаря. Иначе и быть не могло. Такие политические тяжеловесы, как Коль, требовали безусловной лояльности и вряд ли бы более яркая персона могла бы задержаться рядом с Колем. В 1999 году случилась небольшая катастрофа. Вскрылась черная бухгалтерия высшего руководства ХДСС, тайно и без всякого оформления, принимавшего миллионные пожертвования. В этих условиях Меркель, уже добравшаяся до статуса генсека партии и незамешанная в старых партийных грехах, публично отреклась от Коля, отказавшегося называть имена нелегальных партийных спонсоров. В партии, как теперь вспоминают ветераны, началась анархия. И победительницей в эти смутные времена оказалась именно Ангела Меркель. В 2000 году она возглавила ХДС. А уже в 2005 году ее партия вернулась во власть в немецком Бундестаге. Но еще тогда никто не видел в ней будущего лидера Европы. Первые годы правления самого молодого канцлера в истории, на момент вступления ей было всего 51 год, выдались достаточно бесцветными. Все изменилось, когда начался мировой финансовый кризис. Именно тогда, в 2008 году, Ангела Меркель стала настоящим лидером страны. Она впервые сказала, ребята, все будет хорошо. И ей поверили. Причем сказала она это не с высокой трибуны среди знамен, а скромно стоя у микрофона в коридоре ведомства федерального канцлера в своем собственном стиле. Вместе со своим министром финансов Меркель тогда предотвратила панику, дав государственную гарантию вкладам и немецким банкам. В итоге кризис едва лишь затронул Германию. Первый срок Меркель вообще прошел под знаком срочных мер по поддержке экономики. Именно в экономику Ангела Меркель цепилась настоящей мертвой хваткой. Она ничем больше не занималась, как только поддержкой немецкой экономики. В результате этого традиционная консервативная повестка ХДС постепенно отошла на второй план. За время своего правления она сделала несколько очень важных вещей. Например, отказалась от развития атомной энергетики, отменила призыв в армию, выделила миллиарды евро поддержки Греции в тот момент, когда все в стране были против этого. И четвертый очень важный шаг открыла границы для сирийских и афганских беженцев. Партия ХДСС перестала быть партией консервативных сельских немцев, как ее раньше называли. Ангела Меркель сделала Германию ведущей страной Европы, взяв направление на глобализирую, политику глобализации. По большому счету, ее курс абсолютно прозрачен и ясен. Он заключается в том, чтобы сохранить единое политическое и экономическое пространство в Европе. Несмотря на то, что Ангела Меркель как бы отреклась от своего учителя Гельмута Коля, она продолжила его дело по вопросу воссоединения Европы и введения общей европейской валюты евро. Немцы воспринимают ее как символ стабильного подъема. Солидный, спокойный рост, работящий, вызывающий доверие надежный канцлер. Ни жар птица, ни Фидель Кастро. Но что очень важно, это один из немногих лидеров, который абсолютно не коррумпирован. Самая могущественная женщина в мире живет в непритязательном многоквартирном доме персикового цвета. Случайно прохожему никто не помешает нажать на кнопку звонка рядом с именем мужа Ангелы Меркель, профессора физики и химии Юахима Заора. Она абсолютно доступна. Все знают о членах ее семьи и о том, как она живет, где она отдыхает. Вот здесь на фотографии она вместе с мужем и сыном Даниэлем. Также у нее есть невестка и двое внуков. Ангела Меркель очень открытый, добродушный человек. Любит детей, несмотря на то, что своих детей у нее нет, необыкновенно начитана и эрудирована. Как вспоминает один из журналистов Николай Хауфлер, такое ощущение, что она лучше из всех известных политиков понимает процесс принятия политических решений. Она способна обработать огромное количество информации. Я даже подумал, когда впервые пообщался с ней, что ей скучно общаться с большинством политиков. Она просто превосходит их всех в интеллекте. И, конечно же, Мартин Шульц никак не мог сравниться с Ангелой Меркель. Алкоголик, который открыто признался в этом, не получил не только высшего, но и полного среднего образования. Собственно говоря, его партия, СПД, выставила Шульца потому, что не было вообще ни одной более-менее заметной фигуры. Естественно, они проиграли. И Мартин Шульц объявил, что они не планируют вступать в очередную большую коалицию, а переходят на сторону оппозиции. Это, конечно, очень сильно помешает пребыванию Меркель на посту канцлера. Решение вполне прагматичное, рассчитанное на стратегический успех. Каждые следующие выборы после участия в коалиции с Меркель приносили этой партии только падение популярности. Так что для того, чтобы сейчас начать борьбу и следующим канцлером стал все-таки представитель СПД, выгоднее уйти в оппозиционную сторону, а не занять одно из министерских кресел. По всей видимости, единственным вариантом возможной коалиции для Меркель останется так называемый вариант Ямайка по цвету флага соответствующего государства, где черные ХДСС-ХСС, золотые свободные демократы или ФДП, они заняли четвертое место с 10% и зеленые, занявшие шестое место с почти 9%. Трехпартийная коалиция будет создана на общенациональном уровне впервые в немецкой истории и лишит Меркель свободы маневра, так как две партии ФДП и зеленые находятся в неприверимой борьбе. Впрочем, есть надежда на умения Ангелы Меркель работать как раз в подобных условиях, когда компромисс приходится искать почти постоянно. Ее карьера никогда не была легкой. Сохранять большую коалицию, как это было до сих пор, было тоже непросто. Даже если она подаст в отставку с поста лидера партии, все равно останется очень важной фигурой в немецкой политике. Сама Меркель, когда была моложе, мечтала о более спокойной старости. Она говорила, раньше я думала, что когда я выйду на пенсию в 60 лет, первое, что я сделаю, уеду в Западную Германию, поменяю свой паспорт, в тот же день куплю билет в США и поеду свободно путешествовать по этой замечательной стране. Кстати, все знают, что у Ангела Меркель были очень теплые и дружественные отношения с Бараком Обамой. Они до сих пор находятся в частной переписке и их сближают не только политические взгляды, но и чисто человеческие симпатии. Точно так же все знают, что Ангела Меркель не очень хорошо, мягко говоря, относится к Владимиру Путину. Все же остальные, французские, голландские, английские политики, всегда находят общий язык с Ангелой Меркель, потому что это человек большого сердца и большого ума. Именно то, что необходимо современному политику. Сейчас Ангеле Меркель 62 года и она самая могущественная женщина в мире. Не имеет никаких накоплений, 20 лет ездит на одной и той же машине и все, чем она интересуется – английская и немецкая литература, а также благосостояние и процветание ее страны.